привет ребятушки привет привет у меня вот такой красивый борщ с ребрышками так омлет вот такой вот школьный . давайте положим ли ложек мужу своему а то я перить перчила борщиком и слабые душой и тела мужичку так давайте мы ты сюда дотянешься давайте мы сделаем все таки ему что-нибудь бутербродик какой-нибудь да сейчас не маринованный лучок вот такая красота прошу то да алешенька да сейчас нигде здесь вот никто не питается как ты без парашюта что ты выбишься так а теперь маме маме маму нельзя обижать была сейчас волмарте некогда было снимать честно вам скажу магазин забит я не понимаю откуда кто снимает эти видео про голод кто в америке голод сегодня мне подружка скинула видео как кто-то из америки рассказывает вы куда пишите вы куда вообще бежите вы что с ума сошли здесь знаете как плохо пора уже назад так пора давай тогда вали назад распора так борщица борщица как то вы не ровненько да а ну-ка давайте попробуем омлетик школьный омлетик вкусно бутербродчик я еще не проходила увидела пустоту только в одном месте в отделе где самые большие индейки так извините меня сангивенс дает на носу я кстати боже какой борщ вкусный острота прям в тему какой-то все-таки слабый что значит причем здесь слабость или сила короче валя была знакомая соседка джинди она была она была учителем школе но при этом она была хорошим поваром то есть профессиональным и она меня научила как делать как жарить вкусную индейку сочную как ее в соли вымачивают и в травах соль не дает выходить влаге короче ребятушки голодаем борщ офигенный мне сегодня даже некогда было все красиво поставить времени вообще нету ну ладно так уже наелась капец так что ребята не верьте в наш голод я не знаю может где-то люди и паникуют я не знаю я не удивлюсь если это наши люди паникуют но здесь все забито я сегодня видео ну для извиняюсь уж для вас некогда было снимать то что это долго а 50 секунд для тиктока я сняла по полкам пробежалась давайте хоть ребрышко я такого хотела уже наелась у нас есть снег ребра офигенные да Леша как ты и как я от тебя устала что так что омлетик еще раз повторяю мажете густо маслом форму сливочным я готовила 4 яйца 200 миллилитров молока на одно яйцо 50 миллилитров молока соль перчик как хотите без блендера только вилочкой сбили духовку нагрели до 355 по фаренгейту извиняюсь и в духовку на 40 минут только не забудьте пожалуйста что яйца и молоко должны быть теплыми ну хотя бы часа за три вытащите из холодильника все да люди конечно эту индейку разбирают я вот сейчас сижу и думаю какой черт я ее не взяла не ее можно было бы маленькую птичку какую-нибудь взять вкусно замариновать и сделать в духовке отметить праздничек человек как-то так лоханулась не знаете я не знаю сколько мы ездим я пока еще честно вообще в америке очень принято в отличие от наших стран наших стран вот у нас торговля идет что до праздника что во время праздника что после праздников у тебя все должно быть забито и неважно даже если что-то из этого пропадет это уже для покупателя вот у нас так было а здесь совсем не так здесь они затариваются и пытаются избавиться от всего во время праздника или до праздника то есть во время праздничных дней они пытаются избавиться по максимуму и часто к этому времени ничего не закупают и можно прийти на после праздника на следующий день а там реально пустые полки не от голода а потому что завтра не забьют магазин свежиком вызовут бригаду там на несколько ночей до которая по ночам будет полностью тарить магазин вот так то здесь бывают пустые полки нот на праздники например по после праздника вернее бывают я также во время черной пятницы после черной пятницы мы как-то пришли в таргет по моему это вообще все пусто было у нас например не знаю нас бы грохнули за такое как это ну и что что после праздника ну ну что что людей не будет там неделю масок нету так что нормально ребят нормально пока пока не умерли все хорошо а то мне пишут мне говорят как у вас там дела как у вас там плохо сами из америки русские говорят вы что едете по семь человек через мексику вы дураки что ли куда вы едете это не то америка цены дикие еду не купишь газ не купишь и думаю почему тогда ты здесь ты также скорее всего гражданин своей страны как и мы там и граждане будем гражданами америки при этом на данный момент мы граждане россии чего тогда но никто не должен находиться там где плохо вот я не знаю я никогда бы не осталось если бы реально было плохо обомжевать здесь кустах и вещать вам ой как у нас хорошо ребята я вообще считаю бредом ладно все пока пока приятного аппетита дорогие мои приятного аппетита а и Продолжение следует...